Субтитры создавал DimaTorzok Ночью, как у всех, наверное, пришли и просто... Да, обыск, был обыск. Там у него... Он очень философию любил. У него много книг было. Причем еще обвинения ему меняли, что книжки его были подчеркнуты. Забрали, и я-то вообще спала в это время, чего мне пять месяцев было. Мама, конечно, рассказывала, что она вместе со мной на Лубянку ходила, когда я... Вот так, что я тоже там, оказывается, была. В пять месяцев? Да. Ну, в пять-шесть она на допросы ходила. Было два доноса. Причем, знаете, очень... Даже как-то это... Сложно даже думать об этом. Потому что вот один донос, я даже фамилию помню. Там я Шнеерсон, и дальше имя отчество, немецкий шпион, и приходил, и вербовал. И там так, человек восемь, наверное, и в том числе фамилия моего отца. И в первом доносе, и во втором. Только разные фамилии. Но Карташов и там, и там был. Я когда читала вот эти документы, там сначала допрос отца. Значит, кого, с кем вы дружили. Он начинает говорить, ни с кем не дружил. Там никого к нам, никто не приезжал, ничего. Затем мама, тоже допрос ее. Она... Да, к нам приезжали друзья такие-то, супруги такие-то. Мы ходили, там у нас речка уча, на речку ходили, на лодке катались, купались. Все как было есть, так и говорила. А отец, вот, значит, видно было, ему, конечно, доставалось. Там то ли били, то ли еще как-то. Это опять вопрос, он невиновен. Он сколько-то времени был в тюрьме, где, не знаю, а потом был на Воркуте. И вот, когда был на Воркуте, вот, это, можно сказать, пытка, что ли, была такая. Круглая башня, и она, как вот леса делали строительные вокруг. И на сутки, вот в эти уже морозы в декабре, человека в одном нижнем белье выставляли на вот эту... Причем там не балкончик, а просто леса, которые окружают эту башню. И на два часа в сутки, я не знаю, сколько суток он так пробовал, но многие не выдерживали, только оставляли доску, чтобы человек не стоять мог, а как присесть или перелечь. По-моему, на имя Сталина даже он писал. Тоже очень тяжело читать было. Там он писал, что те обвинения, которые ему предъявляли, что это можно было посмотреть воочию и понять, что он там совершенно не виноват. Писал еще вот это, мне запомнилось, что я не имею претензий ни к судьям, ни к тем, в общем, которые вели допросы. Он писал, что, конечно, я понимаю, что вынести вот эти пытки, вот это было прямо так написано, не так просто. Поэтому вот он же не признавался. Да, кстати сказать, вот эти доносы, когда... Вот он по этому поводу, наверное, писал. Соответственно, значит, они оба, вот доносчики, они оба расстреляны. Вот, он это, видно, очень хорошо понимал. И несмотря на то, что ему приходилось, видно, не сладко, он все равно говорил, невиновен. Вот я за это как-то, знаете, он у меня такое чувство гордости даже вызвал. Ну, молодец. Держался, конечно. Они в лагере ели ремни и питались воздухом, как он сказал специально. У них были даже какие-то, кто-то из них знал какие-то упражнения, которые вот как дышать, чтобы не умереть, короче говоря. А что кожаное было, вот они жевали, вот постарались вот так вот. Ну как, если его забрали, значит, соответственно, комнату должны освободить. Почему? Этого я не знаю. Потому что он враг народа. Или что там, я не знаю как. А куда ехать-то? А только к маме. Куда еще денешься? Дальше. Так что... Ей некуда больше было ехать-то, кроме как к матери с отцом. Я долгое время, чуть ли не до 20 лет, все себя винила в том, что я родилась не вовремя. Потому что им и так досталось, бабушке и маме. Да еще мама, она дипломную работу защищала после моего рождения. Вот. И когда и отец уже был в лагере. Ну, просто так вот. А потом я поняла, что, скорее всего, я ее спасла. Только потому, что вот слишком маленькая была и грудного ребенка, значит, вот не стали ее забирать. И меня там не забирали. Наверное, только поэтому. Потом я узнала, что она работала начальником лаборатории на мехкомбинате. И я знаю женщину, которая вместе с ней там работала, которая все время следила за ней и доносила. И ей надо было очень аккуратно себя вести. Но она аккуратно себя вела не только на работе, но даже и со мной. Очень много лет она без мужа, без мужчины. Но, тем не менее, она не позволяла себе никаких вольностей, если можно сказать. Вот. И те мужчины, которые хотели с ней познакомиться, она просто отвергала. Вы когда-нибудь видели вашу мать плачущую? Да. Расскажите, пожалуйста. Ну... Она спокойно плакала. Просто слезы лились, и все. У всех-то были отцы. Всегда хотелось просто его иметь. Ну, вот в 48-м году я была очень довольна, когда я увидела его. Ой, первая вот эта встреча запомнилась очень серьезно. Он пришел, такой черный ватник у него, худой, худой. Это, конечно... А он всегда плотный был. Ну, я-то его не видела. Но он пришел худой-худой. Бабушка поставила ему тарелку с щами. И вот как он ел. Вот запомнилось. Можете себе представить? Вот он так... вот так ел человек. Вот это вот и вот осталось в памяти. Понимаете? Знаете, как-то даже сейчас трудно сказать, потому что я поняла, да, это может быть и мой отец, но такой вот радости и чтобы вот бросилась на шею и целоваться. Такого не было. Просто приняла как данность. А потом мы уже с ним, когда... Потому что и вид у него был такой очень измученный, жалкий очень вид был. И признавать такого человека отцом тоже сложно. А потом мы с ним, конечно, очень нашли много общего. Он же умный человек. Он даже там, будучи в лагерях, написал две работы научные. Ну, он мало, он мало очень рассказал даже вот даже про это в Иркуту и то сказал, что никому только не говори. В 48-м вот он был, по-моему, их выпустили как-то, а в 49-м снова забрали. И в 49-м были обвинения абсолютно те же слово в слово, что в 38-м, что в 49-м. Когда вы учились, кем для вас были Ленин и Сталин? Как ни странно, прямо эти самые чуть ли не боги. по радио были такие моменты, когда действительно там у него сутки или больше без сознания, и мы все в тревоге в такой были, и для нас было, ну, все, понимаешь, наверное, родной отец и то, наверное, так не думали. Уже до того такие, вот это замороченные, может быть, потому что вот мы с подругой, я говорю, поехали на электричке, хотели обязательно проститься со Сталином, и такой вот ажиотаж был, потому что все были такие ненормальные. Что для вас, лично для вас, значила новость, что Сталин умер? Ну, все, конец жизни. Почему? Сталин это все. Вы плакали? Да, и очень. Что-либо поменялось в атмосфере, в обществе после доклада Хрущева? в 56-м году? Если да, то как? Почувствовала. Стали говорить, просто уже в открытую стали говорить о том, что было. И о репрессиях начали говорить. То есть уже не надо было держать язык за зубами, и не стыдиться, что отец в лагере там или еще что-то был. Ну, в общем, стало спокойнее. А вы стыдились, что отец в лагере? Нет, нет, я и никогда не стыдилась. Ну, просто так сейчас вырвалось это слово. А расскажите о том, как он вернулся? О вашей встрече, второй уже. Ну, это была, в общем-то, радость. Потому что уже я его знала, и это была большая радость. У него, по-моему, что-то уже были нарушения психические в том плане, что он хотел быть один. Ну, видно, количество народа, которое было в лагерях, его очень затрудняло. Надо было общаться со многими. Вот он стремился к одиночеству. Вот как раз рак поджелудочной железы. Они же как питались-то не пойми чем. Или совсем там не питались. У него был рак поджелудочной железы. Их с мамой отношения пострадали из-за того, что потерпел в лагере? Конечно, просто не то слово пострадали, а просто разрушились. Ну, если психика нарушена, то, естественно, и отношения между людьми нарушаются. То, что, может быть, ему что-то казалось. Мне кажется, он даже меня начинал спрашивать, а кто приходил, когда его не было. Может быть, у него ревность даже вот такая возникала. Да еще тем более, что у него там вот в ссылке, когда он был, это тоже нельзя его в этом обвинять. И никто его, и даже мама, по-моему, не обвиняла. У него сын там, которого он даже признал. Естественно, ей тоже не очень это нравилось, когда надо, конечно, тоже через себя перешагнуть, чтобы принимать сына своего любимого, который вроде бы, ну, в данном случае он изменил, конечно. Вот. Это тоже дало такой отпечаток не очень благоприятный на отношения. Естественно, если бы не было этих репрессий, не было этого, то нормально люди бы жили и любили друг друга, и были бы счастливы. но вот не получилось у много, у много людей. и они они не